Здравствуйте, уважаемые друзья! Наша сегодняшняя передача посвящена Сухому Логу, одному из промышленных центров на Среднем Урале. У этого города есть свои особенности, свое лицо и своя очень интересная история, в которой немалая роль принадлежит православию. Обо всем этом мы и поговорим в программе из истории Церкви на Урале. Сколько-нибудь точная дата основания Сухого Лога на сегодняшний день не определена. Наиболее ранний известный документ, в котором он упоминается, относится к 1710 году. Речь идет о так называемой переписи Томилова. Но в то время деревня Сухоложская и Мила уже достаточно приличные размеры. 33 двора, при населении без малого 400 душ мужского и женского пола. И можно предположить, что фактически люди обосновались здесь значительно раньше, примерно в 80-х, 90-х годах 17 века, то есть в то время, когда шло активное освоение русскими уральских и сибирских земель. Одной из особенностей Сухоложья является тот факт, что большинство селений, расположенных по берегам реки Пышмы, были селениями монастырскими. Они принадлежали Невьянскому Богоявленскому монастырю, именно тому монастырю, откуда пришел на реку Иссеть известный ныне старец Далмат. И, может быть, не случайно, храм в Сухом Лагу носит имя Богоявления. Да, большую роль в заселении Сухоложья, в экономическом освоении земель этого района сыграл Невьянский Богоявленский монастырь. В период с 1659 по 1662 год этим диким степным местом на Пышме, как было сказано в царской грамоте, именно здесь была построена заимка этого монастыря. Сегодня на месте заимки Невьянского Богоявленского монастыря находится село Новопышменское. Часть земель в этом районе была передана двору Тобольского митрополита. И существовала митрополитская Слобода. Сегодня на месте этой Слободы находится село Знаменское. Имя селению дал, скорее всего, один из больших лагов, образованный стекающими в реку Пышму весенними водами. Эти лага существуют здесь до сих пор, и большую часть года действительно остаются сухими. На первых порах деревня Сухоложская относилась к приходу села Знаменского, где церковь появилась еще на рубеже XVII-XVIII веков. На смену первоначальному деревянному храму сто лет спустя пришел каменный, а старая деревянная церковь в 1817 году была перевезена сюда, в Сухой Лог. На новом месте первоначально она использовалась в качестве приписной, а ровно через 20 лет, в 1837 году, здесь был открыт самостоятельный приход. Первым известным сухоложским священником являлся отец Константин Попов, впоследствии прослуживший здесь 18 лет и поступивший после этого в число братьев Далматовского Успенского монастыря. А наиболее почетным и заслуженным был священник Михаил Троицкий, имевший орден Святой Анны Третьей степени. В 1856 году вместо деревянной была заложена однопрестольная каменная церковь, которую осветили через 9 лет, как и прежнюю, во имя Богоявления Господня. Увенчанный большим куполом храм был сложен из красного кирпича, а изнутри полностью расписан в зелено-бирюзовых тонах и имел благолепное убранство. Трехъярусная колокольня, квадратная в основании, заканчивалась восьмигранной звонницей с высокой шатровой крышей. Общий вес шести колоколов достигал 130 пудов. К началу 20 века в Сухоложском, тогда Камышловского уезда, проживало уже более двух тысяч человек. Все русские, земледельцы и православные. В селе также существовала земская школа. Предпосылки для будущего развития Сухого Лога были заложены в последние предреволюционные годы. В 1912 году пермским промышленником Николаем Васильевичем Мешковым здесь было начато строительство крупного цементного завода проектной мощностью 600 тысяч бочек цемента в год вместе с жилым поселком для рабочих. К сожалению, поселок этот не сохранился. Сохранился только в цех, где изготовляли бочки. Бандарная мастерская. Правда, из-за последствий войн и революций этот завод смог выдать свою первую продукцию лишь 18 лет спустя. А в 1913 году сухоложцы впервые услышали паровозный гудок. Сюда пришла линия северо-восточной уральской железной дороги, которую приняли в регулярную эксплуатацию на всем протяжении 4 февраля 1917 года. Тогда до крушения Российской империи оставались считанные дни. В период первых пятилеток и после военного развития было завершено преобразование сухого лога в один из крупных промышленных центров. Значительно расширилось цементное производство. Появилось совершенно новое предприятие. 5 февраля 1943 года рабочий поселок Сухой Лог стал городом районного подчинения. Но, как мы теперь хорошо знаем, все это имело и обратную сторону. Жестокое угнетение народа, массовые репрессии, невиданные гонения на православную церковь. Еще в 1922 году православные сухоложцы ощутили на себе тяжелую руку новой власти. Тогда, в рамках кампании по изъятию церковных ценностей, Богоявленский храм лишился серебряных изделий общим весом более 5 килограмм. И это было только начало. В одном из официальных документов, датированных 1930 годом, есть весьма красноречивые строки. В селе Сухоложском стали угрозами проводить агитацию за закрытие церкви. На созванных по этому вопросу собраниях согласия большинства не получили. Пошли по домам и под угрозой увеличения налогов заставили расписаться каждого за закрытие церкви. Церковного старосту раскулачили. Местные хулиганы выбили 17 окон в церкви. Когда же церковники пришли жаловаться в сельсовет, им отвечали, «У вас Бог есть, Ему и жалуйтесь, пусть Он вас и охраняет, а мы же взыщем с вас за разбитые окна». На следующий день поощренные хулиганы вновь выбили несколько окон. Религиозных женщин вызвали в сельсовет и страшили налогами. Окончательно церковь в Сухом Лагу была закрыта в 1936 году, осенью. После этого началось ее разорение и разрушение. Были снесены купол и колокольня. Изуродованное здание некоторое время использовалось под клуб и кинотеатр. А затем как лыжная база. Примерно тогда же прекратили действовать и все остальные храмы сухоложья. В итоге церковная жизнь в Сухоложье полностью замерла на целых полвека. Разумеется, диктаторская власть была беспощадна не только к церковным зданиям, но и к людям. На сегодняшний день нам известны имена семи священнослужителей и активных прихожан Сухоложского района, ставших жертвами незаконных репрессий. Но есть основания полагать, что в действительности их было значительно больше. Один из них, отец Василий Инфантьев из села Таушканского, павший в 1918 году от рук головорезов из полка Красных Орлов, ныне причислен к собору новомучеников и исповедников российских. Наряду с ним местные прихожане считают своим и священно-мученика Константина Алексеева из села Троицкого, который, хотя здесь и не служил, но принял мученическую кончину на станции Антрацит, ныне Алтынай Сухоложского района. Вихрь безумных перемен, выразившийся в тягчайших и безумных страданиях для нашего народа, в виде красного и большого террора, не применул посетить землю Исухоложскую. Сколько людей пострадало в этот печальный период истории нашего Отечества. Это предстоит еще выяснить историкам. Мы находимся у строящегося мемориала памяти священно-мучеников земли Сухоложской и жертв политических репрессий, пострадавших в XX веке. В настоящее время данный мемориал, вместе с комплексом, который планировалось построить, находится в замороженном виде. И это связано с людьми, которые до сих пор еще до конца не осознали суть всего произошедшего в XX веке. Мы искренне надеемся, что с новым главой городского округа Сухой Лог, с новой Домой нынешнего созыва, мы вернемся к этому вопросу. И в городе появится и памятник тем, кто действительно этого достоин, и храм, посвященный им же, и духовно-просветительский центр, и музей святости, и исповедничества. Церковному возрождению в Сухоложье, как и в целом по стране, положило начало празднования тысячелетия крещения Руси. В 1989 году был зарегистрирован первый в районе православный приход в селе Знаменском. И вскоре началось восстановление местной церкви. А в 1998 году верующим было передано здание и Богоявленской церкви в городе Сухом Логу, которая полностью находилась в аварийном состоянии. С этого времени храм является действующим и постепенно восстанавливается. За прошедшие годы было сделано уже немало. Как гласит местное предание, когда над куполом был установлен крест, к нему из разных сторон прилетели три орла и долго кружили в воздухе, образуя треугольник. Помимо этого, к настоящему времени восстановлены полностью или в значительной степени также храмы в селах Знаменском, Куринском, Рудянском, Николаевский храм Вселенного Пышминском. А вот возрождение церквей в селах Таушканском, Филатовском и Михайло-Архангельской церкви в Новопышминском или вот такой чудесный храм, как в Светлом, пока еще ждет своего часа. Ныне Сухой Лог известен еще тем, что в нем, в отличие от многих, куда более крупных городов, ежегодно проходят историко-краеведческие конференции, на которых выступают с докладами самые разные люди, от докторов наук до школьников. Здесь неизменно особое место уделяется истории православия в регионе. Не зря мы, наверное, проводим историко-краеведческие и вообще конференции, связанные с историей Сухоложья в том числе. Почему? Потому что я считаю, в первую очередь, если мы можем и нам надо знать обязательно историю свою, только мы тогда сможем развиваться. Действительно надо развивать духовно-нравственные какие-то позиции. Это идет и усиление на развитие церкви, православия на территории городского округа Сухолог. Шесть приходов, в принципе, это тоже немало. И понятно, что восстановление храма центрального, который до сих пор идет, и понятно, что не все сразу, хотелось бы все сразу, но на это денежных средств нет, но постепенно уже храм приобретает свое лицо. Это и вот такие парки культуры и отдыха, когда человек спокойно бы чувствовал себя, придя с работы, с семьей отдохнул, где ему, душе угодно. Желаешь филармонию? Посети, пожалуйста, филармонию. Желаешь кинотеатр? Посети кинотеатр. Желаешь погулять? Просто с семьей? Погуляй. Желаешь пойти в церковь, причаститься там, или просто побыть наедине с Богом? Пожалуйста. То есть вот в этом направлении идет развитие города. Конференция нынешнего года, проведение которой запланировано на 25 ноября, ставит своей главной целью осмысление трагических событий вековой давности и воспоминания новомучеников и исповедников российских. Приглашаем на это мероприятие всех желающих в качестве докладчиков и простых слушателей. Приходите, будет интересно. На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго!